Эскендер Бориев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ранее оккупационные власти Крыма уже анонсировали вторую волну так называемой их национализации имущества граждан Украины. Вот эта конфискация жилья, которая началась сегодня, это она и есть? Или забирают уже недвижимость просто, без всяких предлогов? И насколько массово? Ну, в целом я скажу так, что действительно вот уже не первая волна. И действительно мы были свидетелями того, когда госсовет так называемый Крыма принимал решение о канализации и жилья, и предприятий. В первую очередь были, так сказать, национализированы и винодельческие предприятия, предприятия, связанные с агробизнесом, предприятия, связанные с туристическим бизнесом, и в том числе здания Межлиса Крымско-Татарского народа. Кроме того, они пошли дальше, они продолжают национализировать квартиры и так далее. В том числе и квартиру супруги президента Украины Владимира Зеленского. Но я думаю, что здесь, что происходит вот в этом плане? Почему, вот часто задают вопрос, а почему на 2009 году оккупации они начали национализировать объекты? Ну, на самом деле, часть объектов они действительно пытались национализировать еще и начиная с 2015-2016 годов. Но я думаю, что это больше связано с законом о свободной экономической зоне Крым. И этот закон, как раз таки, я хочу напомнить, что был отменен в 2021 году Верховной Рады Украины, о чем мы постоянно говорили, потому что этот закон позволял, скажем, украинцам иметь имущество там. И, соответственно, это было связано первоначально, этот закон принимался для того, чтобы те предприниматели, бизнесмены, которые имеют свое имущество, могли вывести свое оборудование и так далее. Но далее этот закон, в том числе, и он использовался с разных сторон. Поэтому здесь, я думаю, еще требует анализа весь этот процесс, почему оно именно на 2009 году оккупации происходит. Ну, наверное, это одна из версий. Ну, наверное, скорее всего, для того, чтобы, ну, скажем, как-то обозначить то или иное имущество, которое принадлежит украинским гражданам. С другой стороны, может быть, это и связано с тем, что они перед, скажем, контрнаступлением пытаются максимально в законодательном, скажем, плане урегулировать данный вопрос, основываясь на российском законодательстве и так далее. Поэтому мы видим эти все процессы. Эти процессы продолжаются. Хотя, если мы возьмем помещение здания Мечательства Катарского народа, то я хочу напомнить телезрителям о том, что это здание было, на самом деле, арестовано еще 16 сентября 2014 года. Сразу же после обыска, до этого момента, там развивался украинский флаг. То есть это 8 месяцев с начала оккупации. И после того они пытались это здание либо передать какой-то общественной организации Крымск-Катарской, либо муфтияту коллаборационному. Но при всем том, у них это все не получалось, потому что Крымск-Катарский народ, он порицал любую организацию, любые действия на подобные действия. Потому что это здание знают люди, что принадлежит Мечательству Крымск-Катарского народа. И кроме того, по этому зданию фонд Крым, который является официально де юрос собственником, он поднял этому процессу в ЕСПЧ. То есть в ЕСПЧ, в ЕСПЧ по правам человека, данные заявления существуют, находятся, и они находятся в работе. Кроме того, может быть, здесь связано это с тем, что Россия вышла из Совета Европы и, соответственно, вышла из тех институтов, в том числе из ЕСПЧ. Это было как раз-таки на протяжении вот этих вот 2022 года. Поэтому вот здесь мы видим вот эти все процессы, почему оно дальше, здесь можно связывать многие процессы. И отмена закона, и там выход из Совета Европы, и, соответственно, ЕСПЧ, и так далее. Поэтому они предпринимают и в том числе планируемые контрнаступления для того, чтобы максимально застолбить, зафиксировать, и, может быть, потом попытаться оспаривать в международных судах. Такое тоже может быть. А, знаете, вот не только застолбить, вот в том же Центре национального сопротивления, вот они сообщали, что в эти конфискованные здания, да, там уже туда массово заселяют оккупантов, в квартиры тоже конфискованные, коллаборантов расселяют, которые с юга сейчас бегут. Есть у вас такая информация? Действительно, есть информация какая, что действительно те люди, которые приезжают в Херсонскую область, то, помните, мы неоднократно говорили о том, что они выделяют для граждан Украины в Херсонской области, которые получают российские паспорта, даже в том числе и по украинским есть случаи, они выдают сертификаты на жилье. И вот как раз таки, когда мы говорим, кстати, уже пошел следующий процесс, они уже начали заниматься из Запорожской области, то есть людьми, которые приезжают из Запорожской области тоже. И таким образом, они, если раньше только выделяли эти сертификаты под приобретение нового жилья, то сейчас под строительство, там, долгая процедура была, сейчас они пошли на то, что и на выкуп вторичного жилья. И, скорее всего, вот здесь они, опять же, используют несколько направлений. С одной стороны, строительство нового жилья, с другой стороны, выкуп вторичного жилья, и с другой стороны, как раз таки, а зачем строить новое жилье, когда можно забрать, национализировать и, соответственно, передать этим людям, но этим людям и таким образом в будущем настроить одни граждане Украины против других граждан Украины. И создать, опять же, конфликтную ситуацию. То есть, на самом деле, Россия, она, российские чиновники, скажем так, и оккупанты, они умеют целенаправленно, скажем, направлять, сталкивать с лбами людей. И они это успешно проводят. При всем том, я скажу так, с учетом того, что все-таки происходит ситуация, там, с контрнаступлением, и те взрывы, которые происходят над Крымом или в Крыму, на военных объектах, на стратегических объектах, конечно же, спрос на жилье, он упал. И, соответственно, здесь получается, что они пытаются компенсировать этот момент за счет федерального бюджета. А для того, чтобы компенсировать за счет федерального бюджета, уже и денег особо не хватает. И будут передаваться, в том числе, жилье граждан Украины, которые вынуждены были выехать за пределы Крыма. А давайте вот о взрывах чуть поговорим. В ночь на 4 июня оккупационные власти Крыма заявили, что в Джанкое был сбит беспилотник. И позже заявили, что атаковали 9 дронов. И надо напомнить, что неподалеку от Джанкое находится российская военная база. Скажите, вот какие настроения преобладают у оккупантов и жителей Крыма на фоне того, что практически каждый день на полуострове что-то взрывается? Ну, в первую очередь, действительно, взрывы слышат или видят люди, которые проживают недалеко от тех событий, которые происходили. На самом деле, взрывы практически были в каждом углу или в каждой точке Крыма. И в Севастополе, это на юго-западе, и на западе Юпатории, и на севере Джанкойский район или Красноперековский район, и в том числе на востоке. И, соответственно, конечно же, полностью приехать и доступа ко всем тем объектам, где происходят взрывы, у гражданских людей нет. Потому что, соответственно, закрывают, не допускают и так далее. Но, с другой стороны, мы видим, что они активно пытаются, скажем, дать информацию, что они активно сработали, что у них работает радиоэлектронная безопасность, что они не только сбивают, они перехватывают эти беспилотники, что система ПВО Российской Федерации совершенна, и она очень эффективна. Но при всем том, мы видим все-таки, что взрывается, допустим, нефтебаза в Гвардейском. Вы действительно сказали про Джанкойский район, а в Джанкой интересен чем? Но, с одной стороны, он интересен тем, что там узловая станция, все-таки железнодорожная, и там очень важный логистический такой участок. И поэтому там тоже были взрывы, были нарушены, что требовало как раз-таки оперативно ремонтировать. Но, с другой стороны, я неоднократно говорил, что у них был закрыт мост в село Медведского. И вот там как раз-таки находится аэродром, на котором находятся в том числе и боевые самолеты. Поэтому здесь взрывы над Джанкойским районом, над Джанкоем, они не случайны. И поэтому здесь, конечно же, и с их стороны самое главное сохранить спокойствие среди населения и продемонстрировать, что какие бы взрывы не были бы, они контролируют. Хотя я скажу вам важный момент, что, допустим, если у нас в Украине отработана система оповещения, и, соответственно, люди знают, что уже там летят ВПЛА или ракеты, то в Крыму практически это все до сих пор не урегулировано. И на самом деле люди даже не владеют информацией, что там летят ВПЛА или какие-то ракеты и так далее. То есть не оповещение, не воздушные тревоги. Хотя много об этом говорят. Не оповещение, не воздушные тревоги. А толком не налажено, да, не урегулировано. Да. Срочно и быстро, да, все это делается. Керченский мост стал, да, уязвим перед дальнобойным оружием ВСУ. И, ну, я не знаю, переправу готовят как путь отступления, может быть. Ну, смотрите, на самом деле Россия никогда не имела собственных паромов как таковых. Она всегда арендовала. И еще в 2017 году, когда мы были на встрече с санкционным комитетом, там вместе я лично был, там была Татьяна Гучакова как раз с центра БЛЭКСИ, и они системно занимаются вот отслеживанием паромов, там кораблей и так далее, передвижения. Мы тогда еще говорили, что в основном паромы они арендуют у греков, у Греции. Далее, после строительства моста, они, конечно же, скажем, отказались от аренды. И, соответственно, рассчитывали полностью и были уверены, что мост очень сильно охраняют. Они действительно его охраняют с разных сторон, из воды и с суши. И они были очень уверены в том, что ничего с мостом не произойдет, потому что, ну, это имиджевый объект строительства для Путина. И, соответственно, здесь это в том числе и, ну, такое сакральное место для них. И вот то, что произошло в прошлом году, когда произошли взрывы, и тогда еще не было дальнебойного оружия, а сейчас уже появились ракеты Storm Shadow в Украине, то тогда они оказались врасплохе. То есть, на самом деле, логистика была нарушена, была разрушена полотно железной дороги, которую они отремонтировали в срочном порядке. Но до сих пор они не могут отремонтировать один, одно из направлений автотранспортного пути. И, несмотря на то, что они говорили, что они там до ноября, до декабря месяца 2022 года отремонтируют, мы тогда заявляли, наши эксперты говорили, что такое разрушение они смогут отремонтировать не раньше, чем в октябре 2023 года. А вот эти вот трещины на опорах, я прошу прощения, вот сейчас мы показываем, видите их, да? Вот на опорах были трещины такие. Это в том числе последствия тех взрывов. Дело в том, что когда мы говорим про мост, здесь есть две важные составляющие. Важная составляющая, что этот мост в любом случае находится на двух платох, которые постоянно движутся. И поэтому всегда, еще и даже с советских времен говорили, что строительство моста через Керченский пролив, это в принципе мост долго не простоит. Это первая версия. И вторая версия, все-таки те взрывы, которые произошли, они, может быть, и подтолкнули ко всему этому процессу, потому что любая детонация, любое воздействие, оно дает определенные дальнейшие просылы. Поэтому сейчас они активизировались. И, кстати, возвращаясь к паромам, совсем недавно был скандал, опять же, с Грецией, по поводу того, что они опять пытаются арендовать у греков паромы. И вот таким образом мы видим, что они понимают, что им необходимо полностью быть готовыми к тому, что либо мост будет разрушен с помощью, скажем, оружия, или мост рассыпется, и они уже чувствуют, что они не смогут его удержать. То есть мы видим, что разрушает как политический имидж Путина в виде моста, в виде объекта, так и его политический имидж разрушается в виде того, что они получают все больше и больше поражения от сил обороны Украины. Скажите, вот на прошлой неделе была информация, что российские оккупанты в Армянске готовят провокацию и минируют территорию завода «Крымский титан». И вот в случае взрыва в атмосферу попадут тысячи тонн ядовитых веществ, а облако пойдет и в Украину, и в Российскую Федерацию, и в Турцию. Как далеко готовы зайти оккупанты, по-вашему? И что говорят местные жители по поводу такой страшной угрозы? Ну, смотрите, когда мы говорим вообще про Красноперековский район, то они заминировали действительно там поля. в Красноперековском районе. То есть они боятся, что будет сухопутное наступление со стороны Сбройных сил Украины. С другой стороны, и Красноперековский район, и Армянск, ну, это практически одна территория, там действительно еще с украинских, даже советских времен, были там химические заводы. Это и титан, и лакокрасочные заводы и так далее. Действительно новый завод, и они действительно, скажем, небезопасны, особенно, когда говорим мы про титан. И что, наиболее, на 2018 году там уже была ситуация в связи с тем, что они иррационально использовали, из-за нехватки воды, они нарушили все правила, и использовали соленую воду для охлаждения. И, соответственно, когда от выработки там нужен такой определенный процесс, да, производственный, и в связи с этим были взрывы, и, соответственно, тогда покрылось в Армянске полностью, и в Красноперековском районе деревья там таким вот ржавым покрывом вывозили детей и так далее. Мы об этом говорили, мы заявляли о том, что они нарушили все технологии, и поэтому привели к такой катастрофе. Но я хочу сказать так, что, видя то, что они делают, когда уходят с оккупированной территории в Украине, ну, я имею в виду на материку, на части Украины, что они практически все сметают, все уничтожают, все взрывают, то, конечно же, от них можно ожидать все. И поэтому вот здесь как раз-таки когда-то мы и говорили, какую роль может играть Крымский мост в этом плане. Вот как раз-таки если своевременно уничтожить вместе с военными объектами, уничтожить Крымский мост, то как раз-таки они сами могут, с одной стороны, брать заложники наших соотечественников, с другой стороны, они сами останутся заложниками, потому что они будут в мешке практически. И вот тогда они, может быть, и побоятся взрывать все объекты, которые несут угрозу, как экологическую, так и, ну, скажем, инфраструктурную угрозу для Крыма. Поэтому для нас очень важно все эти вещи рассчитать. И мы, кстати, когда разрабатывали интеграцию, рекомендации, мы как раз в том числе допускали тот факт, тот вариант, что они могут действительно, уходя, отключить свет, потому что сейчас подпитка Крыма идет за счет России, то есть с материка оттуда. Во-вторых, они могут, будет проблема связи, и в том числе они могут полностью уничтожить теплоэлектростанции, химические заводы и так далее. Поэтому нам уже к этому нужно серьезно готовиться, потому что население Крыма, оно будет воспринимать тех, кто, ну, скажем так, заботливо относится и в свое время четко нейтрализирует эту ситуацию, критическую ситуацию. Венгрия опубликовала на своем правительственном сайте такое пропагандистское видео с изображением Украины без Крыма. В МИД Украины сразу же осудили такой шаг, и вскоре этот оригинал удалили, и заменили его на такое же видео, но уже вот с украинским Крымом. Как вы расцениваете, да, такие провокации, вот, можно сказать, венгерских друзей Путина? Ну, в первую очередь я хочу сказать о том, что очень хороший основной государственный орган, который отвечает за эту сферу, это МИД, и это очень правильно, потому что своевременная реакция, она очень важна, на нее реагирует. Во-вторых, мы как раз-таки неоднократно, Крымск-Картуар Кирсовский центр неоднократно об этом говорил, и мы сделали заявление, потому что есть определенные фирмы, которые, к сожалению, используют Крым в своих картах как российский. И здесь мы писали в Центр картографии Соединенных Штатов Америки и в другие компетентные органы, чтобы они повлияли на эти фирмы, потому что они раскрученные фирмы, ими пользуются ряд компаний. Я уже не говорю о государственном уровне, и поэтому на это важно своевременно реагировать. Ну, когда мы говорим о Венгрии, то здесь, ну, сказать о случайности я не могу, потому что мы видим политику Венгрии. Это та страна в Евросоюзе, которая блокирует Украину и вступление в Европейский Союз, и вступление в НАТО, и постоянно делают какие-то неадекватные заявления. И поэтому вот здесь и в Венгрии постоянно возникают какие-то скандалы. Поэтому вот здесь я думаю, что это действительно провокация, которая направлена на то, чтобы, а может быть, где-то что-то пройдет, где-то что-то получится. И поэтому наша задача, конечно же, системно, целенаправленно проводить свою работу, что мы, в принципе, и пытаемся делать. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. А зрителям напомню, Эскендер Бореев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.